Для выведения рисовой закваски понадобится узкий прозрачный стаканчик или баночка, цельно смолотая мука из бурого риса и вода. Смешиваю воду с мукой в пропорции 1 к 1 50 грамм муки и 50 грамм воды и хорошо перемешиваю. Вот такая консистенция должна получиться. Перекладываю в чистый стаканчик. Отмечаю уровень и оставляю на 36-48 часов при 26-30 градусах. Сверху прикрываю тряпочкой, плотно не закрываю. За это время закваска должна максимально подняться, разрыхлиться и начать опускаться. Сверху образуется желтая корка с трещинками. На стенках стакана виден уровень, как закваска опустилась. Во время первого замеса бродит и патогенная флора, и дрожжи, поэтому закваска очень плохо пахнет. Внутри она должна быть вся разрыхленная. Общее время выведения закваски 7-10 дней. Готовая закваска должна стабильно, одинаково подниматься до пика за 4-6 часов при 20-26 градусах. На пике закваска должна вкусно пахнуть. Когда она начинает опускаться, допускается кислый запах. Сверху образуется шапка с трещинками, через которые выходят постепенно пузырьки брожения и закваска опускается. Внутри закваска вся пронизана мелкими пузырьками. При хранении закваски при комнатной температуре, ее нужно кормить каждые 24 часа в пропорциях 1-2-2. То есть, одна часть закваски, две части воды и две части муки.